На днях из зоны специальной военной операции вернулось несколько депутатов Ленинского городского округа. Народные избранники сопровождали собранный неравнодушными жителями груз для солдат. Несколько месяцев назад мы организовались, нас поддержал глава и вместе с исполнительным комитетом партии «Единая Россия», при участии естественных и территориальных наших отделов, мы организовали сбор помощи нашим солдатам, офицерам на территории нашего Ленинского городского округа. И эта помощь уже адресная. Груз предназначен для 42-й дивизии, которая базируется непосредственно в зоне специальной военной операции. В ней насчитывается более 10 тысяч бойцов. В этот раз мы отправили третий гуманитарный конвой. Он содержит огромное количество необходимых вещей, которые мы получаем непосредственно от командования этой дивизии. Мы работаем по списку. Наши, прежде всего, жители – это огромная благодарность им, нашим предпринимателям, которые не остались равнодушными. Всего в зону СВО из Ленинского городского округа было отправлено свыше 30 тонн помощи. Это товары первой необходимости, продукты, теплая одежда, медикаменты и даже автомобили. Каждому спасибо тяжело сказать, но в лице тех людей, которые это привезли, хочется поблагодарить. Я вас уверяю, что здесь лично ничего не бывает. Все, что нам привезли, все попадет нашим пацанам, которые впереди. Их, дай Бог, даже кому. Спасибо большое. Благодарю за нами. Обратно народные избранники привезли ответы солдат на письма школьников, которые были отправлены ранее. Шеф-редактор телеканала «Видное ТВ» Галина Житкова передала Станиславу Радченко новогодние открытки для бойцов, которые смастерили ученики Видновского художественно-технического лицея. Будьте добры, тогда тоже передайте, чтобы Новый год был настоящим праздником, семейным, чтобы ребята помнили, что их ждут. Добро обязательно это сделаем. С каждым днем в сбор включается все больше и больше активных жителей муниципалитета. Уже сформирован четвертый и пятый по счету груз. Помощь продолжают принимать в специальных пунктах, расположенных в офисах территориальных отделов.